1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Франция и Великобритания объявили войну Германии. С помощью примененной Германией стратегии молниеносной войны Польша была оккупирована в короткий срок. Старые польские самолеты и конные войска не смогли противостоять современной немецкой артиллерии и авиации. Этот способ вошел в мировую военную историю как молниеносная война. Наступавшие согласно Пакту Молотова-Робинтропа с Востока советские войска захватили Восток Польша. Польша была разделена. Согласно договору, подписанному между Германией и СССР, Восточная Европа была разделена между этими двумя государствами. В ноябре 1939 года советские войска напали на Финляндию. Это было причиной исключения СССР из Лиги наций. В результате этой войны, получившей название Зимней войны, завершившейся в марте 1940 года, были захвачены некоторые территории на Балтийском побережье. Однако Финляндия смогла сохранить свою независимость. В 1940 году СССР захватил Балтийские страны – Эстонию, Литву, Латвию. У Румынии была отнята Бессарабия. Таким образом, Советский Союз восстановил свои границы до 1917 года в Царской России. Несмотря на объявление войны Германии, Франции и Великобритании, эти страны не начали активных военных действий против Германии. Поэтому эта война получила название «Странная война». Весной 1940 года Германия захватила Данию и Норвегию. В мае немецкие войска, нарушив нейтралитет, захватили территорию Голландии и Белии. Англия и французские войска попали в окружение Удюнкерка и потерпели поражение. Однако Гитлер, надеющийся на мирное соглашение с Англией, дал возможность переправиться войскам, попавшим в окружение, в Великобританию. И это была его стратегическая ошибка. В июне Италия объявила войну Франции. Немецкие войска захватили Париж. Правительство Виши, названо потому, что это правительство размещалось в городе Виши, созданное во главе с маршалом Петенем, 22 июня подписалось Германий договор. Это было самым главным поражением в истории Франции. Весной 1940 года немецкие войска захватили всю Европу от Норвегии до Испании. Сопротивлявшаяся Великобритания стала последним оплотом свободного мира. Здесь нашли убежище эмигрантские правительства разных Франций и других европейских стран. Оккупирование фашистами. Гитлер хотел захватить Великобританию нападением с воздуха и с моря. Однако военно-морской флот Великобритании сохранял свое преимущество на морях. Великобритания с помощью первых радаров смогла предотвратить воздушные налеты. Это было первым стратегическим поражением Гитлера. Сопротивление Великобритании заставило Германию усиленно сражаться на фронте. Гитлер хотел, как и в Первой мировой войне, нанести Великобритании поражение с помощью атак подводных лодок. Так началось сражение в Атлантическом океане. В конце 1940 года Африка тоже превратилась в арену войны. Английские войска остановили наступление итальянцев в Египте в 1941 году. Гитлер для оказания помощи Италии послал войско в Ливию. Попытка Италии захватить в 1940 году Грецию оказалась неудачной. Гитлер снова был вынужден оказать ей помощь. В 1941 году были захвачены Греция и Югославия. Гитлер хотел уничтожить коммунизм и завладеть природными ресурсами Советского Союза. Поэтому была подготовлена операция Барбаросса. 22 июня 1941 года началось нападение на СССР. На огромном фронте от Финляндии до Черного моря 5,5 миллионов немецких, финских, венгерских, румынских, итальянских солдат при поддержке многочисленной военной техники начали наступление направления Ленинграда, Москвы и Киева. Немецкие войска в течение трех месяцев завладели Украиной и Белоруссией, осадили Ленинград, приблизились к Москве. Однако наступление зимы, ухудшение снабжения и сопротивление советского народа, поднявшегося на защиту Родины, стали причиной остановки немецких войск. В декабре 1941 года под Москвой. Боевые действия на Дальнем Востоке. Япония, обделенная природными ресурсами с начала 1930-х годов, начала проводить агрессивную политику. Захватила часть Китая, захватила острова в восточной части Индийского океана. Она присвоила находящиеся тут запасы нефти и каучук. Взятие под контроль морских путей имело для Японии жизненно важное значение. В конце 1941 года до начала 1942 года Япония захватила Филиппины, Гонконг, Малайзию, Сингапур. В этих странах Япония под Бонзином Азия для азиатов пропагандировала победы желтой расы над белой. Вступление в войну в США. В начале войны США проводили политику изоляционизма. Однако по принятой еще в марте 1941 года закон о лент-лизе оказывалась помощь тем государствам, которые имели важное значение для безопасности США. Этот закон относился к Великобритании, а затем и к СССР. В августе 1941 года премьер-министр Великобритании Юнистом Черчилль и президент США Франклин Грузовик встретились на военном корабле в Атлантическом океане. В результате они подписали Атлантическую охару. Великобритания и США могли оказывать помощь СССР через территорию Ирана. Другим путем были Мурминск, Владивосток и Черноморский пролив. Однако первые два порта не подходили для регулярного оказания помощи. А Турция, соблюдающая нейтралитет, закрыла для всех стран свои порта и проливы. Для воюющих стран. Самый удобный путь проходил через Иран. Но Иран не хотел предоставлять такую возможность. Поэтому Великобритания и СССР в августе 1941 года, введя войска в Иран, совершили здесь смену власти. Иран был поделен на сферы влияния. Север Ирана стал сферой влияния СССР, а юг – Англии. В декабре 1941 года японские истребители нанесли удары по военной базе Парл-Харбор. Гавайские острова Вступление США в войну стало политическим переломом. Военные действия распространились на Восток и на Тихий океан. Война, подлинным смыслом этого слова, стала мировой. В январе 1942 года 26 государств во главе с США, СССР и Великобритании подписали на основе Атлантической хартии Декларацию Объединенных Наций, в которой провозгласили свое сотрудничество в борьбе против фашистского блока. Таким образом, был сделан первый шаг на пути создания после войны Организации Объединенных Наций. Кульминация превосходства стран фашистского блока В начале 1942 года ознаменовалась кульминацией превосходства стран фашистского блока. Весной того года началось наступление с целью захвата Кавказа и Бакинской нефти. Немецкие войска вышли к Волге, окружили Сталинград. Была оккупирована часть Северного Кавказа. Однако советские войска не допустили приближения немецкой армии в Баку, имеющие большое стратегическое экономическое значение. В результате дипломатических переговоров между США, Англией и СССР было достигнуто соглашение о нанесении поражения Германии безоговорочной капитуляции фашистского блока. Но имелись и разногласия. Сталин добивался открытия в 1942 году Второго фронта в Европе для того, чтобы вынудить Германию сражаться на два фронта. Создание и укрепление антигитлерской коалиции оказало влияние на ход войны. Но США и Великобритания, приводя в качестве аргумента отсутствие подходящих условий для открытия Второго фронта, осуществляли только воздушные налеты на немецкую армию. Начиная с 1942 года, продвижение немецких войск по всем фронтам было приостановлено. В сражении в Коралловых островах на Тихом океане была предотвращена опасность завоевания Австралии и Японии. Поражение войск Японии в Мидуэйском сражении создало здесь перелом. Английские войска в Северной Африке в октябре 1942 года нанесли поражение итало-немецким войскам в Эль-Аламене. На советско-германском фронте в 1942 году фашистские войска достигли Сталинграда, имевшие важное стратегическое расположение на берегу Волги. В конце ноября советские войска перешли в контрнаступление. Взятые в кольцо немецкая армия в феврале 1943 года капитулировала. Сталинградская битва оказала большое влияние на ход войны на советско-германском фронте. Начался коренной перелом. Эта война отличалась от предыдущих с точки зрения мобилизации экономических и людских ресурсов. Стратегические бомбардировки городов, заводов и фабрик стали причиной в плане различий между фронтом и тылом. Первой страной, создавшей военную экономику, была Великобритания. На оружейные заводы были приняты женщины в качестве дополнительной рабочей силы. Военная промышленность СССР была перенесена на Урал и в Сибирь. Была проведена мобилизация народа, заключенные из членных лагерей, были посланы воевать на фронт. Мобилизация проводилась и в области науки. США и Великобритания еще до начала войны придавали большое значение научным исследованиям и их применениям в военной области. В результате было применено новейшее средство снижения, как радар. Германия не отставала преимущества, разработав магнитные системы и реактивные самолеты и ракеты. Производство новых видов оружия преимущественно было дано лишь в 1943 году. Но было уже поздно и они имелись в таком количестве, которое не смогло бы повлиять на исход. В США были созданы новые противотанковые ракеты и в 1944 году началось применение компьютеров. В результате работы эмигрирующей из фашистской Германии европейских ученых была создана атомная бомба. После достижения перелома в войне советское руководство в 1943 году приняло решение о депортации проживающих на Кавказе карачаевских тюрков. В 1944 году чеченцев, ингушей, балканцев, калмыков, крымских татар, грузии и турбинных схетинцев эти народы обвинявшиеся в сотрудничестве с фашистами были в собственно центральную Азию. Переселение осуществлялось в тяжелых условиях в товарных вагонах, в сложных климатических условиях, в городе и так далее стали причиной гибели части депортированных. Вступившие в войну США осуществили меры по депортации своих граждан японского происхождения. По указу президента США Рузвельта в 1942 году 130 тысяч граждан США японского происхождения были сослены в специальные лагеря. Начало конца. В 1942-1943 годах на всех фронтах союзники остановили наступление фашистского блока и перешли к контрнаступлению. Это наступление привело к падению фашистского режима и свержению Муссолини. Италия капитулировала. После завершения коренного перелома в Советско-Германском фронте главы трех великих государств, союзников Сталин, Рузвельт, Черчилль встретились в столице Ирана в Тегеране. На проведенной в конце ноября в начале декабря 1943 года Тегеранской конференции было решено открыть второй фронт. В результате в июне 1944 года союзники США, Великобритания, Франция по главе Шарлем Деголем высадились на армянском побережье во Франции и перешли наступление в Париж. К концу 1944 года Франция была, можно сказать, полностью освобождена. Советская армия, получившая окончательное преимущество на Советско-Германском фронте в 1944 году полностью освободила территорию своей страны и вступила в страны Восточной Европы. Уже в феврале 1945 года союзники вступили на территорию Германии В апреле советские американские войска встретились на берегах Эльбы. Для борьбы с советской армией в Берлине у Гитлера не оставалось других сил, кроме чисел, формированные из стариков и подростков. В феврале 1945 года состоялась вторая встреча глав СССР США Англии в Ялте, Крыму. На конференции было принято решение координировать наступление операции союзников. Союзники определили политику по отношению Германии в Германии после ее безоговорочной капитуляции. Был подписан тайный договор о вступлении СССР в войну с Японией на условиях уступки ему ряда территорий на Дальнем Востоке. 30 апреля Гитлер покончил с собой. 8 мая Германия капитулировала и война в Европе закончилась. 17 июля по 2 августа 1945 года в Патсдаме пригороде Берлина состоялась третья конференция глав СССР США и Англии. Конференция была посвящена послевоенному обустройству мира. По решению конференции был создан Международный военный трибунал для суда над основными фашистскими преступниками. Освобождение региона Тихого океана проходилось трудом по причине больших расстояний тропического климата. Японцы предпочитали самоубийство плену, разбивали самолеты загруженные бомбами, а американские корабли в 1945 году Соединенные Штаты сбросив атомные бомбы 6 августа на Хиросиму а 9 августа на Нагасаки совершили одно из самых чудовищных преступлений в истории человечества. Хотя США чтобы оправдать себя утверждают что пошли на этот шаг для того чтобы избежать больших жертв в действительности это было вызвано военной необходимостью. В августе СССР объявила войну Японии. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала. Вторая мировая война завершалась.